задавались ли вы вопросом может ли быть хорошим стабилизатор для экшен камеры с алиэкспресса всего лишь за шесть с половиной тысяч рублей вот и мне стало интересно тем более отзывы все просто отличные и обещают нам защиту от брызг воды новый алгоритм стабилизации со множеством режимов работы вай фай bluetooth встроенный аккумулятор предоставляющий до 12 часов автономной работы и позволяющий еще использовать этот аккумулятор емкостью в 3600 миллиампер часов как powerbank всем привет сегодня мы распаковываем вновь прибывший 3 осевой стабилизатор от фирмы хохэм или хохэм модель ай стеди про 3 внутри коробки обнаружу защитный чехол на молнии присутствует естественно разнообразные бумажки в том числе и на русском языке иногда их все-таки надо читать и если пользуясь каким-либо стабилизатором в первый раз то настоятельно рекомендую прочитать как начать пользоваться данным девайсом имеются короткие кабели как я понимаю для запитывания разных камер с аккумулятор стабилизатора очень кстати полезный бонус здесь и тайп си и микро юсб далее в комплекте идет кабель для зарядки самого устройства имеется пластиковый мини штатив для установки устройства на поверхность которая прикручивается к нижней части стабилизатора и собственно сам стабилизатор по тактильным ощущениям чувствуется этот стабилизатор очень добротно и даже ничего не люфтит перед нами удобно эргономичная ручка с клавишами управления устройством с которыми мы сейчас попробуем разобраться какие кнопки за что отвечают главное это клавиши включения короткое однократное нажатие показывает степень зарядки встроенного аккумулятора для этого имеется светодиоды сбоку удерживание клавиши в течение трех секунд запускает устройство включать стабилизатор без нагрузки то есть без камеры не рекомендуется далее идет клавиши смены режимов имеются светодиоды указывающие какой режим активирован в данный момент имеется четырехпозиционный джойстик для регулирования положения камеры ползунок для корректировки угла оси поворота от минус 30 до плюс 30 градусов индикатор bluetooth bluetooth здесь реализован для подключения мобильного приложения имеется еще с другой стороны ручки кнопка под указательный палец двойное нажатие на которой центрирует положение камеры в начальное однократное нажатие на эту кнопку активирует спортивный более быстрый режим для слежения за объектами съемки тяжеловат тебе не кажется тяжесть это хорошо тяжесть это надежно даже если не выстрелить так и всегда можно врезать по башке давайте установим камеру на свое место крепление на мой взгляд не очень удобны зато наверное надежная на сайте производитель указано какие камеры совместимы со стабилизатором здесь как я понимаю самый главный критерий это размер камеры чтобы она влезла на свое посадочное место есть еще один момент связано непосредственно с камерами gopro они более совместимы с данным стабилизатором об этом чуть позже включаем стабилизатор из коробки калибровка не требуется первый режим позволяет стабилизатору плавно перемещаться из стороны в сторону но оставаться устойчивым на оси вверх вниз подвес будет пытаться удерживать горизонт на одном уровне следующий режим позволяет стабилизатору плавно перемещаться из стороны в сторону а также по оси вверх вниз данный режим предоставляет больше свободы и гибкости для перемещения вокруг камеры в.е. 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 Режим LOG. Все двигатели панорамирования, наклоны и крены заблокированы без следящего движения за счет вращения осей. Камера будет смотреть в одно направление. Особенно идеально подходит для объекта, движущегося по прямой траектории. Следующий режим. Двигатели панорамирования, наклоны и вращения доступны для отслеживания движения оси вращения, что позволяет создать интересную точку обзора от первого лица. Джойстиком мы можем вращать камеры в четырех положениях. И чтобы вернуть камеру в начальное положение нажимаем два раза на триггер на другой стороне ручки и камера возвращается в первоначальное положение. В первом режиме камера плавно следует за поворотом стабилизатора, а при зажатом триггере движения становятся более резкими. Это как раз и есть этот спорт режим. Есть еще Wi-Fi, но он применим только GoPro. При включенном Wi-Fi в GoPro камера коннектится к стабилизатору и появляются дополнительные возможности кнопки включения, а точнее переключение между фото и видео с кнопки включения стабилизатора, а также можно начинать и останавливать фото и видеосъемку. Надо обязательно вернуться к коротким проводам, которые идут в комплекте. С одной стороны у них Type-C и Micro USB, ну как положено, а с другой Mini USB. На стабе имеется заглушка, за которой прячется большой USB для использования как Powerbank и Micro USB для зарядки самого стаба, а Mini USB нет. Спрятан он позади камеры, тоже под заглушкой. И таким образом запитываем камеру от стабилизатора, что кстати очень актуально в связи со слабыми аккумуляторами от SJCAM. Если в настройках SJCAM включить управление Jimbo, то при включении стабилизатора камера автоматически включается, а при отключении стабилизатора также камера автоматически выключается. Соответственно если в настройках камеры еще установить запись при включении, то при включении стабилизатора камера автоматически запустится и пойдет запись. И вот так выглядит установка дополнительного мини-штатива из комплекта. Пару слов надо сказать о приложении. Есть возможность выбирать режимы работы, управлять вращением камеры и даже со стабилизатора снимать таймлапс движения для создания ускоренных роликов с движущимися объектами. Возможно выполнить калибровку. И очень много настроек работы двигателей. Я лично поменял только там инверсию движения камеры джойстиком вверх-вниз. Хочу показать как работает стабилизатор. Первый режим, где удерживается горизонт. На улице сейчас очень холодно и скользко. Очень сильно дрожит рука. Нет, не из-за встреч нового года. Работает стабилизатор отлично. Шум от работы двигателя не слышно. Если по мне, то результат просто отлично. Тем более за такую цену. Какой можно сделать вывод из увиденного? Хорошая комплектация, много режимов работы, а куб большой емкости. Неизвестно конечно как он себя поведет в будущем, но я думаю все будет хорошо. Лично мое мнение отличный стабилизатор за свои деньги. А там сколько людей столько и мнений. Ну и на этом сегодня закончим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok